Анимация с нуля Сейчас вы видите на своем экране идущего зайца Я предварительно подготовился, сделал такую анимацию По сути у нас имеется одна JPEG картинка Где находится несколько зайцев То есть по сути один и тот же зайц Только он находится в разном положении И мы с помощью программы Adobe H-Animate заставляем картинку двигаться так Чтобы получилась вот такая анимация движения Давайте перейдем в программу Я вам покажу три способа Как можно сделать покадровую анимацию в программе Adobe H-Animate Она подходит для разных ситуаций Создаем новый проект Потом я иду в файл И выбираю из списка У меня есть одна JPEG вот такая картинка С собакой Я ее выделяю Нажимаю открыть И у нас появляется вот такое вот окно Смотрите Вот так же здесь можно 100% убавить размер Для какого случая подходит вот этот первый вариант О котором я сейчас вам рассказываю Я сразу вам говорю Если у вас есть исходный файл Вот такая картинка Чтобы между каждой собакой было одинаковое расстояние примерно Если у вас такая картинка есть Тогда вам подойдет вот такой способ покадровой анимации Он достаточно удобен И давайте рассмотрим что здесь есть Вот здесь вот где написано 4 И напротив 4 Можно тянуть мышкой И смотрите что происходит Видите как меняются вот эти синие линии Это не просто линия Это разделение наших кадров Нужно сделать так Чтобы каждая собака попала Между вот этими синими линиями И соответственно Если я потяну вот за этот То это у нас идет позиция горизонтальных вот этих линий У нас соответственно Я пока показываю У нас стоит все неправильно В данной ситуации можно вот кликнуть так чтобы вписать сюда цифру Вписывайте 8 И здесь тоже 8 И посмотрите вот сейчас Каждая собака находится в своем квадрате Нигде не заходит ни хвост, ни нос на линию Но вот здесь чуть заходит Также вы смотрите В раскрывающемся вот здесь списке Вот есть такие цифры Это вот тоже есть Расстояние между ячейками Толщина ячейки Вот я сейчас двигаю Видите как происходит Поэтому здесь ставим 0 И вот здесь везде можно ставить по нулям Можете здесь вот поиграться Посмотреть Вот эти все нижние параметры Это все отвечает За толщину линии Расстояние линии Здесь нам подходит здесь все на 0 Теперь этот пункт сворачиваем И вот прежде чем что-то делать дальше Вот так за ползунок тянем Просмотрите что собака была Как я уже говорил Каждая в своем квадрате И она нигде не заступала вот за синюю линию Да Как бы на другой кадр Вот Что касается скорости Да Чем больше вот здесь вот фпс Тем быстрее будет двигаться собака Ну вот например можно кликнуть И поставить для начала например 10 Вот здесь вот есть такая кнопочка Плей Кликаем на нее И вот смотрите мы можем посмотреть Как у нас получилось все четко Да У нас собака здесь двигается И сразу же вот здесь есть кнопочка стоп Вот Если вас вы просмотрели предпросмотр А вам что-то не понравилось Можете вот здесь увеличить например скорость Давайте поставим 25 И посмотрим Видите теперь собака двигается гораздо быстрее В общем вы определяете Как вы считаете что на ваш взгляд лучше Какая скорость То есть это следующий этап Да Сначала мы выставили вот эти синие направляющие Так чтобы все было ровненько Да Ну и соответственно Просматриваем если все нормально Мы нажимаем вот здесь кнопка Импорт У нас на нашем стейч ничего нет Но у нас автоматически Сгруппировался символ Он находится вот здесь вот Символы Где находятся вообще все символы И вот он мой символ Мы его мышкой зажимаем И вытаскиваем на нашу рабочую область Двигаем там где вы хотите чтобы она Находилась И контур Энтер Смотрим что получилось в браузере И вот Наша собака Вот так вот двигается Она конечно тут не очень хорошего качества Все материалы все эти Я просто нашел на просторах интернета А в идеале конечно Это коропотливая работа Если вам нужно что то свое Вам например нужно будет рисовать персонажа В программе Adobe Illustrator Делать много кадров Чтобы он делал какое то движение Ну вот сейчас вы видели на подобии собаки Да Давайте теперь рассмотрим этот же вариант Но только с картинкой Которая расположена в разных У картинок разное расположение друг от друга И посмотрим почему она не подходит В конкретном вот в этом варианте Нажимаем файл Опять идем в тот же пункт импорт Выбираем Нашего синего зайца Вот смотрите Как я уже говорил Почему не подойдет В некоторых случаях Вот конкретный вот этот вот вариант Использования покадровой анимации С помощью вот удобных инструментов Программы Adobe Edge Animate Если мы Так здесь нам не надо Если мы двигаем линии Вот посмотрите Как бы я не двигал Все равно какая то линия Обрезает либо уши Либо зайца Это неприемлемо Анимация не будет Точнее будет обрывками Будет некрасиво Поэтому здесь как ни крути У вас не получится Вам нужно это изображение Например будет загнать в фотошоп И каждую картинку двигать На одинаковое расстояние Только тогда Этот вариант вам подойдет Но мы сейчас Рассмотрим второй вариант Для этого случая Как сделать анимацию Вот например вот с такой картинкой Поэтому здесь cancel Я выбираю новый проект И перебрасываю сюда Нашего зайца Итак рассматриваем второй вариант Давайте немножко Его увеличим Здесь перед тем Как начать двигать Нашего зайца Нужно сразу определить Что когда он идет Чтобы он не дергался Влево вправо Примерно у него голова Должна быть на одном уровне Поэтому мы вытягиваем Слева направляющую И ставим примерно Эту линию Где-то посередине Его головы Следующее На панели Выбираем инструмент Clipping Tool Берем за край И сокращаем Вот так вот Нашу картинку Сокращаем ее Вплоть вот прям До конца картинки Но не обрезая Наш первый кадр С этой стороны Немножко тоже Можно сократить Следующее Вот здесь на панели Timeline Где у нас Вот тут Кнопки Анимации Обязательно Отключаем Вот эту вот Вторую иконочку И включаем Только ключевые кадры Только в таком случае У нас получится Прорисовать Именно по кадрову Анимацию Дальше Идем вот в эту панель Background Images Оси X, Y Вот кликаем Вот вставляем Первый ключевой кадр И здесь такая ситуация Мы будем двигать Ползунок Потом мы будем Двигать нашего зайца И так каждый раз Будут прописываться Ключевые кадры Чем ближе Ключевые кадры К друг другу Тем быстрее будет Двигаться зайц Поэтому Здесь примерно Он нормально движется Если мы будем Двигать примерно Где-то вот так Здесь ничего страшного Вы можете прописать Сейчас все Ключевые кадры Все наши картинки А потом просто Будете двигать Эти ключевые кадры Друг от друга Там например Делать шире расстояние Чтобы замедлить зайца Если он будет Слишком быстро двигаться Но вы уже знаете То есть если кадры Прямо вот так вот Вплотную То он будет Очень быстро двигаться Что не есть Красиво Поэтому мы чуть-чуть Отодвигаем И у нас Когда мы выбрали Инструмент Вот этот вот Clipping Tool Вот эта зеленая рамочка У нас вот здесь Вот в серединке Есть такой Круглюшочек Он появляется Только тогда Когда мы Выбрали Clipping Tool Когда я навожу На него мышку Появляется рука И мы аккуратненько Зажимаем мышь Зажимаем вот этот Кружочек И двигаем Нашу картинку Влево Двигаем 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 До второго кадра Так Чтобы его голова Так же встала На нашу Вот эту вот Фиолетовую Направляющую И так же Смотрите Чтобы вот это Вот движение Чтоб черная Вот эта серая Полоса Была ровно На нашем Вот этом зеленом На вот этой зеленой Линии Чтобы он не скакал Вверх-вниз Аккуратненько Вот так Все Как только вы выровняли Отпускаем мышь И обращаем внимание На таймлайн У нас прописался Ключевой кадр И если мы Заползунок будем Вот так тянуть Мы уже видим Что у нас идет Покадровая анимация Что наш заяц Начинает как-то Двигаться Да Двигаем еще Примерно На то же расстояние Зацепляем Рукой Наш кружок И двигаем дальше Так Опять двигаем Ползунок Субтитры создавал DimaTorzok Вот таким образом Вот таким Нехитрым способом Мы с вами Превращаем Обычную Казалось бы JPEG Картинку В покадровую анимацию Обычный человек Увидев Такого Шагающего Зайца И не подумает Что тут Какие-то кадры Что это просто Картинка Он будет думать Что это Какой-то Например Видеофайл Какой-то Модфильм И так далее И последний Наш заяц Когда вы Закончили Вот работу У нас кадры Закончились Да Мы ползунком Сначала тянем Проверяем Все ли у нас Хорошо Смотрим Чтоб заяц Не двигался Не дергался Влево Вправо Для этого Мы Его Оцентровали По нашей Направляющей Примерно Да Он двигается В принципе Неплохо Но смотрите В одном Из кадров У нас Залазит Вот тут Рука От предыдущего Кадра Да Если у вас Такая же Ситуация То есть Находясь Прямо здесь Мы просто Поджимаем Вот эту Нашу зеленую Линию Чуть-чуть Это Только при том Услове Да Если у нас Активирован Этот клипинг Тул Смотрим Еще раз Чтобы у нас Не было никаких Огрехов Вроде бы Все ровно Теперь мы можем Просмотреть Как выглядит Это в браузере Но в начале Мы давайте Эту анимацию Зациклим Ставим Ползунок В конце Последнего Ключевого Кадра Вы Это уже Делали Плей И все Контур Энтер Посмотрим Что у нас Получилось В браузере И смотрим Как шагает Наш Заяц В принципе Все у нас Нормально Вот такие Вот замечательные Вещи Позволяет нам Делать Программу Adobe H Animate И как я и обещал Давайте разберем Третий вариант Когда у вас Например имеются JPEG картинки Несколько штук И на каждой Движется Так же Персонаж Да Но только Это находится Не на одной Картинке А каждое Движение Находится На отдельном JPEG файле Да Или PNG файле Давайте я делаю Новый проект Так же Так же в папке С уроком Есть вот такой Челобретчик Я вам Я вам для примера Просто подготовил Видите Он на отдельных На отдельных Картинках Все их Перетаскиваем В наш Stage Немножко Увеличим И так же Нам нужно Провести Ось Где-то Посередине Его головы Чтобы он Не дергался Влево Вправо Да Поэтому Мы Отключаем Другие Картинки Оставляем Только Первый Кадр Выровняли Ось Отключаем Первый Кадр Включаем Второй Выделяем Его И двигаем Так Чтобы Эта Линия Была Где-то Посередине Его головы Отключаем Второй Кадр Включаем Третий Выделяем Двигаем И так далее Мы Выровняли Все Наши Картинки Теперь Включаем Всех Обратно И Зажатым Шифтом Всех Выделяем Кроме Первого Идем Сюда В нашу Панель И их Выключаем Первый Кадр У нас Сразу Появился Такая Жизи Ситуация Здесь Расстояние Выбираем Такое Вот этого Ползунка Чем ближе Мы Ставим Ключевые Кадры Так же Он Тем Быстрее Будет Двигаться Я Для примера Буду Ставить Прямо Плотно Дабы Чтобы Просто Вам Показать Как Работает Третий Способ Значит Первый Кадр Кадр У нас Подвину Ползунок На Один Кадр Выделяем Первый Кадр И Мы Тут Отключаем Выделяем Второй Наш Кадр И Включаем Его Вот Видите Ситуация Вот Уже Пошла Анимация Вот Я Двигаю Ползунок И Таким же Обратом Двигаем На Один Кадр Выделяем Второй Кадр Отключаем Его Выделяем Третий Включаем Двигаем Опять Ползунок Выделяем Четвертый Точнее Третий Мы Выключаем Выделяем Четвертый Включаем Двигаем Еще Выделяем Пятый Четвертый Кадр Мы с вами Не выключили Выключаем Выделяем Пятый Включаем Вот Таким Вот Образом Видите У нас Сейчас Идет Человечек Контур Контур Энтер Вот Как я вам Говорил Слишком Близко Поставил Плотные Кадры Он У нас Не бежит А не идет А как будто Дергается В отличие От Зайца Здесь Просто Ситуация У нас У конкретной Картинки Слишком Мало Ключевых Кадров То есть Он Слишком Например Резкие Переходы Вот Нога У нее Была Прямая Потом Она У нее Уже Согнута Здесь Просто Я вам Для Примера Показал Как Вариант Три Вот Если Я Медленно Двигаю Здесь Уже Лучше Смотрится Его Движение Единственное Только Здесь Что Можно Сделать Вот Эти Ключевые Кадры Друг От Друга Немножко Придать Расстояние Чтобы Он Помедленнее Двигался Тогда Будет Получше Здесь Я Вам Продемонстрировал Три Варианта Теперь У вас Есть Полезный Инструмент Вы Знаете Теперь В каком Случай Когда Вам Подойдет Тот Или Иной Способ Покадровой Анимации Надеюсь Урок Для вас Был Полезен И Увидимся В Следующем Продолжение следует